Добрый день, меня зовут Леонид Фадеев, и я рад вас приветствовать на канале Wine & Wine. Тема сегодняшнего выпуска – изучение почвы перед закладкой виноградника. Перед закладкой виноградника на потенциальном участке необходимо изучить климатические условия, рельеф местности, экспозицию склонов, сумму активных температур, близость к водоему и все возможные источники воды, количество годовых осадков в данной зоне, тип почвы и многие другие факторы. Крайне важным мероприятием перед посадкой виноградника является проведение анализа почвы. Целью анализа почвы является изучение ее структуры, глубины, гранулометрического физико-химического состава, наличия или отсутствия макро- и микроэлементов, а также определение показателя ПАЖ. Сейчас мы покажем вам, как это происходит на практике. Определяем точки на потенциальном участке, где будут проводиться отборы проб. Первым этапом проводим визуальное изучение при помощи ручного бура на небольшой глубине для понимания почвообразующего слоя. Для этого бурим лунки на глубину 20, 40 и 60 сантиметров, затем визуально и на ощупь исследуем полученные образцы почвы. Дальше при помощи экскаватора выкапываем шурфы. Они должны быть достаточно широкими, чтобы облегчить отбор проб, и максимально глубокими. При достаточно глубоком шурфе можно получить полное представление о составе почвы и всех ее слоях в корнеобитаемой зоне. Каждый слой подробно описывается, его толщина, влажность, цвет и плотность, и фотографируется. Затем отбираем пробы разных слоев почвы, которые впоследствии будут доставлены в специализированную лабораторию для проведения анализа. Лабораторные исследования дадут представление о гранулометрическом составе почвы, ее структуре и физических свойствах. Мы также проанализируем химический баланс между минеральными элементами и оценим уровень органического вещества, что даст нам понимание о плодородии почвы и необходимости внесения тех или иных удобрений для коррекции минерального или органического состава. Содержание активной извести является определяющим фактором в классификации почв и выборе подвоев. Анализ количества известника дает нам общее представление о вероятности наступления хлороза. После получения и изучения результатов анализа почвы наряду с другими факторами, мы можем принять решение о том, подходит ли данный участок для виноградарства, какие сорта винограда и подвои следует выбирать. Продолжение следует...